Честность. Продолжаем разбирать тему добродетелей. И сегодняшняя тема – это честность. Мишель де Монтень как-то сказал такие слова. Ложь – это дерзость перед Богом и трусость перед людьми. Если мы не умеем быть честными сами с собой, не умеем быть честными перед Богом и перед другими людьми, то мы затормаживаем свой духовный рост. Честность. Иногда люди настолько привыкают играть различные роли, менять маски, что, во-первых, уже сами не могут понять, где их истинный я. А во-вторых, меняя маски, играя разные роли, они тратят на это такое огромное количество энергии, что сил для собственного духовного роста просто не остается. Нету сил быть самим собой. Давайте поговорим об этом поподробнее. Нечестность разъедает дружбу, разъедает брак, разъедает семью и любые отношения на работе. Если мы хотим строить близкие, дружеские, любящие отношения с другими людьми, честность просто необходима. Однако большинство людей, к сожалению, уверены, что иногда солгать полезнее и выгоднее, чем сказать правду. Порой люди даже не задумываются о том, что поступают нечестно в каких-то бытовых вопросах или в каких-то жизненных вопросах. Но, безусловно, мы все хотим, чтобы честно поступали с нами. Возникает вопрос, всегда ли лгать нехорошо? А что, если мы лжем, чтобы не ранить другого человека? Хорошо ли говорить знакомой, что она выглядит прекрасно, хотя на самом деле это не так? Следует ли сообщить своему ближайшему родственнику, например, отцу, о том, что у него рак? Сказать ли матери, что ты серьезно болен? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно спросить себя, станет ли то, что я говорю, проявлением любви по отношению к другому человеку? Или же я преследую какие-то другие интересы? Говорить правду – это не означает говорить все, что мы думаем или все, что мы знаем. Говоря все, что мы знаем и все, что мы думаем, мы можем разрушить репутацию хороших мужчин и женщин, которые, к примеру, давно уже раскаялись в своих поступках, давно уже изменили свой образ жизни, давно уже стали честными людьми, а мы можем знать какие-то подробности об их жизни, копаться в этом грязном белье и таким образом испортить им репутацию, испортить им жизнь, просто из-за того, что мы говорим о том, что мы знаем или о том, что мы узнали. Хотя это может быть совершенно уже не актуально для настоящего человека. Не нужно вырошить прошлое. Любовь, она прощает. И она не говорит о том, что может навредить человеку. Также иногда бывает, что мы думаем, что мы говорим правду, а на самом деле это просто слухи, это сплетни, а мы преподносим это как правду. И мы можем быть даже сами уверены, что это правда. Но на самом деле это может быть совершенно не так. Если же человек доверился вам и рассказал какие-то свои секреты в порывах чувств, в порывах эмоций, фактически исповедался в каких-то вещах, в своих, может быть, каких-то ошибках, проступках, в своих каких-то грехах, и если вы расскажете об этом всем, просто потому что вы это знаете, знаете правду об этом человеке, то, безусловно, вы полностью потеряете доверие этого человека и причините ему страшную сердечную раму. Поэтому говорить правду – это не значит говорить обо всем, что мы знаем. Говорить правду – это не значит говорить обо всех своих эмоциях. Эмоции могут меняться несколько раз в течение дня. Возможно, что-то не получилось. Мы раздражены. Если супруги поссорились вечером, иногда бывает полезно выяснение отношений отложить до утра. И в 80% случаев оказывается, что на утро супруги даже вспомнить не могут, из-за чего произошла ссора. Поэтому, если есть какой-то эмоциональный порыв, порой лучше ничего не говорить, потому что эмоции пройдут, а слово «не воробей» скажешь, потом не поймаешь, а уже принес какой-то моральный ущерб другому человеку. Также говорить правду – это не означает жертвовать справедливостью. Например, во времена Второй мировой войны многие семьи прятали евреев. Если бы они честно сказали немцам о том, где находятся эти евреи, то таким образом подписали бы им смертный приговор. Нельзя честно указать убийце, где находится его жертва. Нельзя жертвовать справедливостью ради правды. По крайней мере, есть такие ситуации, когда быть честным – это не означает пожертвовать справедливостью. Несмотря на склонность к искажению истины, в душе каждого человека есть ясное понимание разницы между правдой и ложей. Мы теряем уважение к тем, кто лжет, и наоборот проникаемся глубоким уважением к тем, кто говорит правду и имеет какие-либо непоколебимые нравственные ценности или какой-либо непоколебимый внутренний стержень. Человек, у которого есть принципы. Где-то глубоко в душе каждый человек знает, что ложь разрушительна. Так кто же такой честный человек? Бальзак сказал, признавая свою слабость, человек становится сильным. Если человек признает свои слабости, то это и есть честность. Ведь если мы стараемся казаться умнее, храбрее, сильнее, опытнее, чем мы есть на самом деле, мы тратим массу сил и энергии на то, чтобы у людей сложилось правильное впечатление о нас. Мы тратим массу сил и энергии на то, чтобы поддерживать свой какой-то имидж, пускать людям пыль в глаза, казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Но если мы не боимся быть самими собой, честный человек не боится быть самим собой, то он может эти силы потратить на реальные достижения, на реальную какую-то работу над самим собой. Вместо того, чтобы поддерживать несуществующий какой-то имидж, чтобы у всех сложилось какое-то впечатление обо мне, вместо этого он тратит силы на то, чтобы шаг за шагом становиться лучше. В конце концов, все равно всем становятся очевидны все наши недостатки. Дэн Миллман как-то сказал такие слова. «Представьте, сколько энергии, сил, внимания высвободится, расходуемых ныне на поддержание в боевой готовности всех наших личин и масок, созданной единственная из страха быть самим собой». Конец цитаты. Также честный человек признает важность истины. Наше поведение всегда оказывает влияние на других. Если вы любите людей, то всегда будете стараться оказывать на них позитивное влияние. И посеянные нами семена рано или поздно дадут определенные всходы и станут либо благословением, либо проклятием. Честный человек старается избегать лжи, потому что то, что ложное, то, что неправильное, то, что не работает, то, что не истина, она, соответственно, дает и соответствующие всходы. То есть это становится рано или поздно проклятием. Честный человек говорит одно и то же не только словами, но также и своими делами. Честный человек говорит близким людям правду, когда им это действительно необходимо. Если у ваших близких начались какие-то серьезные проблемы, они связались с плохой компанией, начали употреблять наркотики, серьезно заболели, то молчать об этом и делать вид, что ничего не случилось, было бы реальным преступлением. Иногда родители так сильно опекают своих детей, что становятся слепы по отношению к тому, что их дети делают и в кого превращаются. В реальности это не любовь. Это гуманизм, но это не любовь. Потому что это не позволяет человеку развиваться, учиться быть ответственным и зрелым. Любовь – это также дать человеку возможность столкнуться с последствиями своих поступков. Да, я принимаю человека, я люблю его, я ценю его, но я разделяю самого человека и грех или какие-то неправильные поступки, которые он совершает. И я могу в какой-то момент человеку сказать правду о нем самом, сказать что-то, что помогло бы ему измениться, что-то, что открыло бы ему глаза. Понятно, что этим тоже нельзя злоупотреблять, потому что иногда бывает, что я вроде как, исходя из благих намерений, что-то говорю человеку, а в реальности просто критикую его. Здесь, конечно, нужно всегда проверять свою мотивацию, то есть исходить из любви. Честный человек держит свое слово, умеет держать свое слово, прежде всего, чтобы у себя в глазах не упасть. Если вы что-то пообещали, то приложите все усилия для того, чтобы это слово сдержать. Даже одно нарушенное обещание может разрушить все доверие, которое строилось годами. Может обидеть человека, заставить его сомневаться в вас. В Евангелии от Матфея, 5 глава, 37 стих, есть такие слова. Да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», «а что сверх этого», «то от лукавого». Не надо ничего придумывать, но если сказали «да», то постарайтесь это выполнить. Точно так же обещания, данные детям, нужно обязательно выполнять. Не забывать про них, не отмахиваться от детей, относиться к ним как взрослым. То есть если вы даете обещание, то постараться это обещание выполнить. Если мы не прибегаем ко лжи по мелочам, то мы тогда закладываем основу для развития позитивных взаимоотношений. Мы как бы говорим миру. На меня можно положиться. Мне можно доверять целиком и полностью. Отношения, построенные на лжи, недолговечные и непрочные. Не знаю, чья это цитата, но мне очень понравилась. Вы врете, чтобы казаться лучше, чем есть на самом деле, забыв, что лучшее, что есть в человеке – это честность. В современном мире парни и девушки, когда влюбляются и начинают ухаживать друг за другом, они всегда пытаются казаться лучше, чем они есть на самом деле. А потом, когда они создают семью, то непривлекательная реальность выходит на поверхность. И отношения очень быстро разрушаются. Потому что влюбленность проходит в течение года или в течение полугода, и я начинаю видеть реального человека. А чтобы создать реальную семью, нужно, чтобы у двух реальных людей были максимально развитые позитивные качества. То есть эти люди должны уметь любить, благодарить, нести ответственность, быть добрыми, быть честными, быть щедрыми. Но если я только пытаюсь создать вид, что я такой человек, и на самом деле над собой не работаю, то проходит влюбленность, и я вижу реальность другого человека. Ну и другой человек видит мою реальность. И все. Отношения заканчиваются так, и не успев по-настоящему начаться. И молодые люди начинают искать себе других партнеров. Это на самом деле большая проблема современности. Вместо того, чтобы вместе пройти долгий путь, развиваться, вместо того, чтобы чему-то друг у друга учиться, при первых же трудностях люди бросают друг друга, предают друг друга, изменяют друг другу, и в конечном итоге все остаются у разбитого корыта. Поэтому вместо того, чтобы тратить силы на притворство, гораздо лучше быть самим собой и работать над своим самосовершенствием. Лев Николаевич Толстой как-то сказал такие слова. Ложь достигает только самых ближайших и ничтожных целей, и всегда вредит самым важным, вечным задачам человека. То есть, прибегая ко лжи, мы достигаем каких-то ничтожных целей, а вот вечные и самые важные задачи в своей жизни мы упускаем. Ложь довольно быстро превращается в привычку, и каждая ложь влечет за собой следующую ложь, поскольку приходится скрывать свой обман. Нечестность в большей степени, чем какая-либо другая вредная привычка, очень легко входит в повседневный обиход. Мартин Лютер говорил такие слова. Ложь подобна снежному кому. Чем больше катится, тем становится больше. И в конце концов превращается в лавину, и полностью человека сносит. Одна из тайных опасностей лжи заключается в том, что чем меньше мы сами заслуживаем доверия, тем меньше мы доверяем окружающим людям. И в конечном итоге можем оказаться в полной изоляции, разрушив все человеческие взаимоотношения. И тогда истинной становятся вот такие вот слова. Доверять можно никому. С одной стороны, вроде как-то так звучит, может быть, даже близко к истине. Если ты никому не доверяешь, то тебя никто не предаст. И, может быть, для современного мира как-то это даже близко к истине. Но представьте, что это за жизнь, где ты не можешь никому доверять, где нет ни одного близкого человека, где нету ни детей, ни родителей, ни мужей, ни жен, кому бы ты по-настоящему мог бы доверять. Ни учителей, ни пасторов в церкви. Что это была бы за жизнь? Это была бы одинокая жизнь, обреченная на страдания. Поэтому это наказание лжеца. Джордж Бернард Шоу, он так и сказал. Наказанием лжеца оказывается не то, что ему больше никто не верит, а то, что он сам никому больше не верит. Конец цитаты. Лжец наказывает себя тем, что он сам не верит другим людям. Ему начинает казаться, что все вокруг врут. И в конечном итоге он сам себя изолирует от других людей. Еще приведу одну цитату из Библии. Это книга Сираха. 20 глава, 24 стих. «Злой порог в человеке ложь. В устах невежд она всегда. Лучше вор, нежели постоянно говорящий ложь. Но оба они наследуют погибель. Поведение лживого человека бесчестно. И позор его всегда с ним». Конец цитаты. Позор всегда с лживым человеком. Здесь даже такое сравнение, что лучше уж воровать, нежели постоянно говорить ложь. Хотя и то, и другое, конечно же, плохо. Так вот, честный человек всегда выбирает сторону истины. Даже если ради этого ему приходится идти против общественного мнения. Решая жить по правде, мы впервые по-настоящему начинаем любить себя и окружающих нас людей. Чем дольше мы меняем маски, чем дольше мы меняем разные личины, чем дольше мы просто подстраиваемся под свое окружение, чем дольше мы ведем себя как хамелеон, постоянно меняя цвет в зависимости от ситуации, тем меньше у нас остается времени, сил и энергии для того, чтобы понять, кто я есть на самом деле. Меньше остается сил для того, чтобы быть самим собой и развиваться, меняться. Даже если порой мрак нашего мира затмевает истину, погасить ее свет навеки никому не под силу. Истина она в любом случае восторжествует. Различные империи, различные законы, различные кратковременные успехи, различный гламур – это все исчезнет. Истина же остается вечной, вне зависимости от того, что по этому поводу думает человек. И принять нашу любовь люди смогут только в том случае, если будут знать, что нашим словам и нашим делам можно доверять. Потому что мы просто такие, какие мы есть. Вот такая вот тема о честности. Если есть какие-то комментарии, если есть что сказать по поводу честности, насколько честность играет какую-то существенную роль в вашей жизни, может быть, были у вас какие-то случаи, когда очень хотелось соврать, но вы поступили честно, и после этого что-то хорошее в жизни произошло, то обязательно пишите в комментариях, пишите, оставляйте свои истории. Мне будет очень интересно их почитать. Если есть какие-то вопросы, то, безусловно, постараюсь на них ответить. Ну а так, на сегодня тему мы закрываем. Остается всем пожелать хорошего дня. Большое спасибо. Спасибо.